Писем нет, таким же холодом снег траншею заметал. Говорят, молчание золото, люди гибнут за металл. Как буханка снится с голоду, так мне снится твой конверт. Говорят, молчание золото, значит, я миллионер. Где-то сломано, расколото. Ты не пишешь, все, конец. Говорят, молчание золото, иногда оно свинец. В пяти шагах будете кружить и не найдете. Вроде бруствера из строительного мусора, проросшего многолетним мурьям. Тут, прошу, пригнувшись, нырнуть под согнутую рябинку. Там маленькая площадка, огражденная непрозрачным одичавшим кустарником и глухой задней стеной хирургического корпуса. Вот скамейка выздоравливающей. Просто неструганная вершковая доска на двух пеньках. Укрытие, надежно защищенное от чужого глаза слуха, даже от жесткой протокольной пробы на достоверность произносимых здесь историй. Тут и не принято перебивать рассказчика требованием назвать участок фронта, дату, номер дивизии. Аргумент «люди говорили» считается достаточным подтверждением факта. Главное, всякая байка должна утолять мучительный колод фронтовой братьи по вожделенной справедливости. Было ли? Может и не было. Но смерть как хочется, чтобы было. Заметьте, слово «я» здесь редко звучит. Обычно рассказчик только слышал об этом деле, но лично от самого героя или хоть от прямого свидетеля. Однако приходится удивляться, как в рассказе из вторых-третьих рук яркие подробности выдают в повествователе очевидцы. Да вот устраивайтесь с краешку, сами послушайте. Садитесь смело, за носу не зацепите. Доска отполирована нашими, как бы-то поделикатнее сказать, нашими предшественниками. Разведка боя. Оратор нынче сержант. Тоненький, тощенький, весь сложенный, вроде складного метра. Шинелька поверх белья. Рукав к рукаву на груди сдвинуты, зябкие кулачки в них запретаны. А голосок притом авторитетный. Привык, что слушают уважительно. Связист ведь. Много чего секретного знает, ему в трубочку слышно. Фигура в блиндаже комдива неприметная, так, чтоб невидимая на шнуре при телефоне, но видит, слышит. И знает, что говорит. Заняли участок обороны после тяжкого наступления. Полторы калеки. Одно звание, что дивизия. Путного полка не наберется. Но держим оборону. Противник слабенько шебуршится, симуляцию делает. Вроде грозен. А мы так вовсе не рыпаемся, вырызаемся для приличия. Солдаты отоспались, норовят как-то обжиться в траншеях. Нашлись коммерсанты, купцы-коробейники. Шастают потихоньку в тыл, на станцию, в деревню. Поменять шилу на мыло, трофейку какую нажатую. А тут у противника шевеление наблюдается. Не готовят ничего. Комдив очень беспокоится. Оно как в селье усунется. Чем держать? О чем проговорился командующему армии? Подмоги не просил, конечно, так, поделился просто тревогой. Даже не надеюсь. И надо же! Через два дня купцовская разведка донесла по солдатскому телеграфу. В ночь на станции тихо загрузился эшелон. Полк пехута. Свежий, целенький. Все новенькое. От сапог до пулеметов. Богатыри на подбог. Дивизия вздохнула с великим облегчением. Официально Комдив никакого знака не получил. Понятно. Секретность, внезапность. Но вот наша тыловая разведка принесла важнейшие данные. Приезжие тоже появились на базарчике с дефицитом. Соль, сахар, мыло в брусках. Баба им курочку, яички. Наши знакомятся по-братски. С приездом! Богу молились, чтобы вы сменить нас пришли. Те только фыркнули, отвернулись. А наши не унимаются, значит пополнение. Ох, как нужно! В самый раз спасение! Поддержка! Ага, говорят. Мы вас поддержим, трус богатый. Только посмейте драпануть. Шаг назад пулеметами посечем надо. Зубами скрипнула дивизия, сплюнула с матом. Заслужили, стало быть, после таких побед и таких потерь. Ночью сидят у комдива комполка, первый и второй. Комдив негромко ставит им задачу. А я за телефоном. Что не дослышу, по рукам я вычитаю. Вот он положил ладони на карту. Потом поставил их на ребро. Пальцы раскрыл пошире, вроде как приглашает войти. Полагаю, сунется немец встык между вашими полками. Разведка боем, силами до батальона. Отойди ты скрытно влево до опушки леса, а ты вправо до реки, без единого выстрела. Дайте им беспрепятственно преодолеть линию обороны и начинайте с двух сторон полигонь, но замер. И пальцы комдива, гляжу, сближаются, как бы окружая, захватывая. И получилось, застанул кто-то на скамейке. А как пописано. Немец столкнулся, никто не препятствует. Пересек траншею, вторую. И вдруг перед ним, как на плакате, возник плотный строй, сверкающий касками и пулеметами могучей пехоты. Что сразу и смертельно пугает, необъяснимое оцепенение этого строя. Ни движения, ни выстрела. Что самое поразительное, отсутствие малейшей маскировки. Напротив, пара. Демонстрация в открытую. И тут же зловещий шумок сзади окружают. Ну и немцы тропанули, спасая свою жизнь. Ах, ни один из них не оглянулся. А в видалек нечто совсем невиданное. Парадный строй атакуемых рассыпался и схлынул, бросая новенькие пулеметы. И комдив все предвидел, рассчитал. Это шо ж такое? Ну, по-гражданскому сказать, талант. Комдив был выкормыш войны из лейтенантов 41. Сильно рисковал, но очень уж хотелось показать героям-расстрельщикам реального противника. Ох, чудо, сказал край скамейки. Не верится. Ты не поверил? Ну еще как поверил, забурлил прямо. Ну ох, такой эпизод весь фронт оглушил бы. А ведь и звука слышно не было. Во всех штабах сводки, донесения, разбор боевых действий. И нигде ничего не просочилось? Нет уж извините, именно ох. Ох? А кто из участников эпизода мог занести в оперсводку, доложить по начальству такой факт? Немец доложит, бежал без выстрела, уже преодолев линию обороны? Или заградник признается, вместо спин бегущих увядал врага настоящего, даже пулемет побросал? Или тем более комдив возьмет на себя расстрельный трибунал, как изменник, открывший фронт врагу? Вот уж когда злейшие враги были все единодушны. Как говорится, круговая порука, как сталь.